Вот эта десятка смердящая, так сказать, кинематографическая, она вся, в общем-то, состоит. Вот даже я просто сделаю такой закос уже в следующий год чуть-чуть. Только что я иду с пресс-показа фильма «Щелкунчик» и «Мышиный король» режиссера Кончаловского. И я хочу сказать, что это вот прямой кандидат в десятку худших фильмов следующего года. Я хочу вернуться к нашему прошлому эфиру, когда уже, по-моему, несколько фильмов было озвучено. И буквально первым же звонком, который к нам поступил, было, в общем-то, достаточно бранное суждение о фильме Никиты Сергеевича Михалкова «Утомленный солнцем». Два предстояния. Ну, в общем, глаз народа, что называется, глаз божий. Вот я решил тоже открыть эту десятку этим кинопроизведениям. Долго говорить о нем бессмысленно, потому что столько уже копий сточено. Хотя, в общем-то, никто не спорит на этот предмет, что картина, конечно, не удалась. Я командир кремлевских курсантов. Перед тобой элита Красной Армии, старший лейтенант. Не насрать в каком-то звании. Ура! Был такой кинофильм, который довольно звучно прошел под нашим экраном. Это советская калька с голливудского комикса. Ну, смотреть нельзя, на мой взгляд, без наркоза. Но всю страну уверяли в том, что как раз-таки наоборот это нужно сделать. И на кассовом результате, в общем-то, это тоже сказалось. Как ты такое чувствуешь, как шайтан? Фильм, который громко прозвучал достаточно и даже приезжала исполнительница главный ролик, к которому я нежно отношусь, имею в виду Анжелину Джоли, это кинофильм под названием «Солт». Вот это чудовищная залипуха, которую без смеха просто нельзя смотреть. Анжелина, упомянутая Джоли, играет русскую девушку по фамилии Ченко, у которой «Солт» — это, так сказать, творческий псевдоним. Она русская, и это, как известно, многое объясняет. Она малюткой попала в спецучреждение лагерного типа, и которым заправлял сумасшедший по фамилии Орлов, который играет Даниэль Ольбрызкий. Этот самый Ольбрызкий, он же Орлов, вынашивал коварные планы уничтожения Америки посредством специальных выращенных детей. И вот эта Ченкова, она же Джоли, она же «Солт», она была частью этого коварного плана, выращенная буквально из русской пробирки. Потом она попала, как разумеется, в Америку, стала агентессой, попала сразу в американскую госбезопасность и так далее. Научилась вытягивать яд из паука и, играючи, вышибать дерьмо из десятка крутых мужиков, в том числе собственной головой. И, в общем, со всем этим она потом приехала в Россию промотировать кинокартину «Солт», которую я и представляю в десятке наших самых плохих фильмов. Несколько французских фильмов. Я хочу сказать, что французское кино пребывает в большом кризисе. И в нашу десятку попал фильм, который был в этом году в прокате, который получил приз за режиссуру «Нигде-нибудь Афганах». Это фильм «Турне» режиссера Матье Амальрика. Мы о нем уже рассказывали. Он, значит, о немолодых, малоаппетитных, целлюлитных американках, которые выступают на сцене, трясут всеми частями своего обвислого организма на потребу публики, к счастью, на общих планах, а не на крупных. Зрелище достаточно малоаппетитное, и зрелище очень при этом чрезвычайно какое-то наглое и претензиозное, потому что, извините, когда всеми теми же органами трясут у Феллини, это совершенно другое, как бы, вызывает эстетическое качество и чувство. А здесь это просто ужасно сделано, вторично, трясично. Под пятым номером у нас выступает фильм, который, я понимаю, мало кто видел, но я не могу его не упомянуть. Это такой совершенно устаревший коктейль всего совсем под названием «Золотое сечение». Он был в конкурсе «Пометавра», режиссер Сергей Дебежев, когда-то снявший фильм «Два капитана 2». Вот это его новое свершение. В главных ролях там Алексей Серебряков появляется, также Ренат Литвинова, Ксения Рапопорт и многие другие. Это такой мутничный коктейль «Шпион комассонской истории» и «Кислотного нуара». И был еще такой французский фильм «Из Парижа с любовью». Здесь продюсер Люк Бессон, еще один производитель такого шлака, киношлака абсолютного. А режиссер там был другой малоизвестный человек по имени Пьер Моррель. А в главных ролях зато участвовали Джон Траволта и Джонатан Рис Майерс. Абсолютнейшая байда. Третьесортный разведенный уже смешанный в одно варево коктейль из всех штампов, в том числе «Мистер и Миссис Смит», каких-то полицейских фильмов о диаметрально непохожих друг на друга, партнерах, которые сближаются во время какой-то операции и так далее. В общем, невероятная байда. Даже стыдно за Траволта, который себя дискредитирует такими фильмами. Добро пожаловать в Париж, бэйби. Не могу не вспомнить такой звучный фильм этого года, как «Алиса в стране чудес» Тима Бертона. Он тоже попадает в мою десяточку худших фильмов при всем моем нежном отношении к Тиму Бертону, который был и остается замечательным режиссером. Но этот фильм у него не удался. И не удалось, прежде всего, вот эта его попытка сделать быстренько в 3D. К этому делал уже серьезный подход. Но, конечно, то, что это не совсем был полный отстой, опять-таки, понимаешь, посмотрев Щелкунчика, который примерно на том же поле, в общем-то, играет. Это тоже по известной сказке детской и так далее, и так далее. Тоже осовремененная какая-то версия. Все, так сказать, познается в сравнении. Но все равно этот фильм, конечно, глубоко меня разочаровал. Своим просто вот этим толпым ребрендингом, попыткой вот на раскрученном, так сказать, сюжете, на раскрученном просто названии, да, на торговой марке Луиса Кэрролла вот сделать такую достаточно неудачную и скучную историю. «Голову в плеч!» «Свинью сюда!» «Обожаю поросячье брюхо от боли в ногах. Хватит!» И еще один известный и очень мной любимый режиссер Мартин Скорсезе снял совершенно неудачный, но самый коммерческий свой фильм под названием «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо и Беном Кинсли и многими другими хорошими и заслуженными артистами. Фильм, с моей точки зрения, тоже чистейший провал. Хотя, если относиться к нему как к эксперименту, если предположить, что Скорсезе хотел в первой жизни снять коммерческое кино, то ему это удалось, потому что он именно мастер режиссуры, в том смысле, как профессия режиссер. Задумал что-то сделать, он это сделал. Вот если он хотел снять коммерческое, у него получилось. Фильм реально собрал деньги. Но как произведение искусства он, конечно, не работает, это мягко говоря. Вы не понимаете, вас не выпустят живым. Собрались куда-то. Все назад стоять! Был еще такой фильм «Хлоя». Тоже, кстати говоря, первый коммерческий фильм канадского режиссера, интересный в свое время о Тома и Огаяна. Это фильм, как бы ремейк французского фильма «Натали». Был такой фильм «Натали», но где у французов «Натали», там у канадцев «Хлоя». Снимаются довольно хорошие артисты. Лиам Ниссон и Джулианна Мур и так далее. Но это совершенно банальная, эротическая мелодрама. Роли которой играла во французском фильме Эмманюэль Биар и Депардье и Фанни Ордан. Там речь о том, что жена, с целью проверить верность мужа, подкладывает ему молодую девушку, и начинается история, не совсем та, которую она планировала. Ну, известная женская мудрость. Сделать то и потом расклебывать последствия. Наша с тобой сделка – это была именно сделка. И все, расторгнуто. Смутное такое эротическое кино было в этом году, называется «Влечение». Прекрасная артистка в главной роли Кристин Скотт-Томас. Это известная английская актриса, которая столь же прекрасна, как на английском, умеет разговаривать на французском. Она такая билингвальная. Фильм называется «Влечение». Режиссер Катрин Карсене – это последняя надежда, которая осталась во французском кинематографе. И надежда очень, так сказать, робкая и хилая. В общем, фильм о том, что девушка из очень богатой зажиточной семьи, жена буржуазного мужа-доктора, который играет Кристин Скотт-Томас, уходит от своего мужа, потому что дико влюбляется к какому-то немолодому, пузатому, уставшему от жизни разнорабочему. Очень реалистическая история. В общем, она все бросает, продает на рынке за 100 евро свои часы-кортье, на секундочку, и идет паковать дыни в супермаркет. Это вот прекрасная история, такая жизнеутверждающая. Я могу только жительницам Рублевки посоветовать посмотреть кинокартину «Влечение» и последовать примеру ее главной героини. Этот фильм, конечно же, попадает в десятку наших лучших фильмов. Субтитры создавал DimaTorzok